привет всем любителям физики с вами алексей колчин и канал get a class и сегодня я представлю вам вот эту книжку деловые письма петра леонидовича копийцы они собраны в такой довольно толстый том и вы конечно все знаете кто такой петр леонидович копийца это выдающийся советский физик ну при этом он еще был инженером и изобретателем он основал институт физических проблем и был его директором вплоть до самой смерти также он основатель московского физико-технического института то есть он оставил очень большой след в нашей науке и почему я рекомендую вот эту вот книжку которой собраны письма вы можете узнать очень много нового как бы про капицу человека про вот складывается такой образ цельный потому что здесь представлены самые разные письма письма жене письма маме письма руководителям государства ну соответственно товарищу сталину или глубоко уважаемому никите сергеевичу хрущеву или там молотову и другим деятелям советской эпохи и понятно что все эти письма звучат очень по-разному ну и кстати вот тут есть такая хорошая вещь как сам петр леонидович говорил на словах только в любви объясняются о делах следует писать но тем не менее когда читаешь письма матери то там конечно речь идет о делах но и о всяких его переживаниях и видно как постепенно складывается вот большой ученый у него есть свои страхи вот то есть он работает за границей лаборатории резерфорда выдающегося физика видно как он многому учится но и при этом вносит много своего интересного у него всякие сомнения в себе но постепенно успех за успехом и он становится ну в своем роде таким же выдающимся ученым как и резерфорд и когда он возвращается в советский союз то он берется за организацию института физических проблем без всяких страхов уже и вкладывает весь свой организационный опыт который он получил у резерфорда ему все удается а во время войны он занимается проблемой получения жидкого кислорода который использовался для производства взрывчатки в первую очередь ну и для других промышленных целей и изобретает новый способ ожижения воздуха и кислорода в частности и возглавляет такую достаточно мощную организацию как глав кислород и свое изобретение доводит до промышленных установок на что ему требуется очень много организационных усилий преодоления трудностей ну в общем видно что этого человека была очень сильная воля ну и с другой стороны вот что меня сильно поразило под по этим письмам очень видно что это человек полный личного достоинства то есть он никогда не шел на поводу у власть имущих всего на несколько лет можно сказать ну сняли с поста директора института физических проблем и он так сказать работал в другом и фп то же самое сокращение в избе физических проблем своей даче на николиной горе и это продолжалось я уже не помню 7 или 8 лет пока его снова не восстановили в директорстве уже после смерти сталина и тем не менее он всегда занимался наукой даже будучи лишен поста и нормальной зарплаты вот он работал на даче из подручных материалов делал установки проводил эксперименты по гидродинамике то есть это человек который как бы всегда шел вперед и не отступал перед трудностями поэтому я очень рекомендую вам прочитать найти прочитать эту книгу вы получите большое удовольствие я думаю все кто это сделает спасибо за внимание до новых встреч